Привет, это Технодеус, и сегодня мы поговорим про самый интересный iPad в 2023 году. Почему самый интересный? Потому что он самый дешевый. iPad 9. Да, вы не ослышались, это самый дешевый iPad, который можно сейчас купить новым. Apple не убрала его из продажи после выхода iPad 10, который многим не понравился. 10 iPad в принципе странная штука. Там не сильно лучше процессор, да более новый дизайн, но рамки все равно большие. При этом у экрана там настолько же большая воздушная прослойка, мне даже кажется, что она больше там, чем в девятом iPad. Нет 3.5 Jack'а, отличая от iPad 9. Думаю, не у всех есть деньги на AirPods'ы, когда они выбирают себе бюджетный планшет. Кроме того, там нет поддержки Apple Pencil второго поколения, а разве там стоит медленный Type-C? Как вы знаете, у Pencil'а первого поколения стоит Lightning, только так он заряжается, и вот так вот вы можете воткнуть, и таким вот странным способом заряжать его от iPad'а. Странная конструкция. А чтобы подключить этот Apple Pencil к десятом iPad'у, вам нужен кабель Type-C на Type-C, и переходник с Type-C на Lightning, который надо было покупать отдельно, а теперь он идет в комплекте с каждым Apple Pencil'ом первым. И на самом деле стоит он не то чтобы прям дешево, всего на несколько тысяч дешевле, чем Air, где нет всех этих недостатков. И не удивляйтесь, что сейчас я его так хейчу, а в обзоре, в принципе, его расхвалил 10 iPad, где-то тут ссылка на наш обзор. Просто в целом-то он неплох, и для многих задач подходит, но если задуматься, то дешевле намного есть iPad 9, где даже меньше недостатков, на мой взгляд, чем в iPad 10. А что, да, доплачиваете и получаете iPad Air, и смысл вообще десятый брать? А про девятый мы с вами сегодня подробно поговорим, и почему это лучший планшет за свои деньги по версии TechnoDeus. Погнали разбираться. Скоро все студенты, школьники пойдут учиться, и будут выбирать себе планшеты для записи лекций, каких-то конспектов и так далее. Смысл таким людям переплачивать за какой-то iPad Pro, где куча функций, там плавный экран, офигеть, какой мышный процессор, зачем им это все надо, если вы просто на нем будете записывать какие-то вам нужные вещи, или может вообще печатать, может вы даже Pencil не будете к этому планшету докупать. Хотя да, вместе с первым карандашом Apple, девятый iPad это просто лучший блокнот, который вы можете купить. И планшет стоит недорого, и карандаш, и для конспектов реально этого более чем достаточно. Да, для художников лучше присмотреть себе Pro-шки со вторым Pencil в комплекте, в комплекте вам придется его купить отдельно. Тут, в том числе и за воздушные прослойки, точность не самая лучшая, но все равно кайф, вы от того, что что-то рисуете на планшете получаете. Также iPad 9 будет интересен школьникам, или таким взрослым гигачадам, как я, которые любят поиграть на выходных в стенд-дом. На нем приятно смотреть YouTube, фильмы, хотя соотношение сторон у iPad 4, который меня убивает, рамки сверху и снизу просто огромные. Зато да, из-за больших рамок по бокам они не будут казаться такими огромными. Нет, фильмы ты тут смотришь просто в каком-то маленьком квадратике посредине планшета. Для фильмов, конечно, лучше безрамочные iPad'ы купить, или вообще Android-планшеты, которые более вытянуты. Tab S8 Ultra просто идеальная, например, для этого решения. В общем, для потребления контента это прекрасный аппарат, например, книги читаются на нем просто идеально. Единственное, что может вас отталкивать в этом планшете, это его уже устаревший дизайн. Apple уже отказывается от такого дизайна с большими рамками, с закругленными гранями. Реально, он в этом напоминает какой-нибудь MacBook Air на M1, который тоже актуален, его еще можно купить, но при этом там большие рамки, он в старом дизайне. Это примерно то же самое, только уже в виде планшета, то есть рамки по бокам тут, ну или снизу и сверху, если вот так планшет поставить, они большие. Также тут есть еще кнопка Home, Home, которая даже нажимается, она не сенсорная, это вообще какой-то архаизм. В последний раз я в iPhone 6s нажимал вот эту кнопочку, теперь я вот держу в руках iPad 9, который до сих пор можно купить, и тут такая же кнопка, это очень странно. Я реально, я был уверен, что она сенсорная, что она не может там сломаться у вас, если что и так далее, но нет. Очень надеюсь, что сейчас уже Apple делает их куда более надежными, чем во времена 6 iPhone. Но несмотря на то, что спереди он прям старичок, сзади он выглядит прям божественно. Это просто какая-то SOS, особенно в этом серебристом цвете, вы посмотрите на это. По-моему, это лучше, чем 10 iPad, даже этот синий, на который я делал обзор. Все равно то, что тут такие грани, это очень круто, и хват за счет этого намного приятнее. Например, играть, так, одно удовольствие. Да и эти передние рамки можно, в принципе, терпеть. Например, держать вот так вот за них iPad можно, и при этом вы там не задеваете экран, это очень удобно. Многим даже эти рамки нравятся. Я знаю людей, которые не хотят переходить на безрамочные iPad именно из-за них, потому что, ну, удобно так реально держать планшет. Известный факт, что тонкие рамки в планшетах, это далеко не круто. И вы просто будете задевать дисплей, что тут нажимать будут случайно эти нажатия, это никому не нужно. В общем, дизайн это не такая уж и проблема, причем он прошел проверку временем, многим нравится. Для меня главная проблема этого планшета, это его монозвук. Представьте, играете вы в какую-нибудь PUBG, хотите понять, с какой стороны находится противник, чтобы подойти со спины, его жестко убить. Но сделать это вы не можете, потому что звук у вас идет с одной стороны, и вы не видите полные картины. Не знаю, зачем я сейчас беру и объясняю вам, что такое стерео, думаю, это и все и так понимают. В общем, люблю я просто стереозвучание, я уже к этому привык, у меня уже год, блин, iPhone со стереозвучанием, а до этого у SE тоже было стереозвучание. У меня до этого телефоном без стерео был только iPhone SE, какой-то древний, и понимать, что в какой-то степени этот iPad, это тоже, блин, iPad SE, такой себе. Например, просто включаем наше видео в Technodeus, и сейчас попробуем посмотреть его с этими динамиками. Например, берем вот так вот более-менее удобно планшет, вы перекрываете нижние динамики, и у вас остается вот тут какая-то пукалка, и смотреть так видосы вообще некомфортно. Короче, о звуке поговорили, он тут меня расстраивает, пришло время поговорить про картинку. Тут стоит IPS-дисплей, то есть такие себе углы обзора, такой себе черный. В прошках у нас хотя бы мини-LED, и там черный уже намного лучше. Но для iPad'ов это стандартная история, нет вообще iPad'ов с OLED-дисплеями. Больше всего меня тут напрягает разрешение, то есть тут реально видны пиксели, если присматриваться. Всего 264 пикселя на дюйм. Для планшета, может, это нормальная история, но мне после iPhone'а, блин, не знаю, мне больно смотреть на этот экран в плане разрешения. Хотя, может, я просто зажрался. А также тут, конечно, 60 Гц. Про технологию ProMotion, когда все безумно плавно, забудьте. Теперь про железо и о том, как тут ворочаются игры. Процессор тут стоит Apple A13 Bionic из iPhone'а 11. Мне тут надушнили немножко, не процессор, а чип. Для всех игр этого более чем достаточно. На средних, тем более, во все поиграете. На высоких тоже в основном все отлично идет. Genshin Impact ворочается только так. Только расстраивает оперативка. Всего 3 гигабайта. Хотелось бы 4, а лучше там 6. Но, блин, что есть, то есть. Такое чувство, что тут реально больше. Я не верю, что тут 3 гигабайта. Нигачат. Но самая прикольная фишка этого планшета, о которой мало кто говорит, это вот такая вот лютая широкоугольная фронталка. Можно снимать какие-нибудь TikTok'и, или, не знаю, компанию друзей, вот так вот снять. И я не знаю, почему в iPhone этого нет. Реально многое влезает в кадр. Почему только в iPad Apple смогла влепить такую фронталку лютую, я не знаю. Например, вот ко мне сейчас зашел оператор в кадр, мы делаем с ним. Но в остальном камеры тут самые простые, блин. Какие камеры вообще можно поставить в планшет? И кому они вообще тут нужны? Но вот эта фронталка широкоугольная, это реально что привлекает внимание. Так видосы можно снимать. Не сказать, что вот тут такое себе сейчас освещение. Блин, это просто ужас. Тут ужасная камера передняя. Просто кому она тут нужна? Снимать с лютым кропом, куча шумов. Фоткать, да, конечно, уже получше, потому что Apple может все это обработать и выдать более-менее хорошее качество. Текст доски сфоткать можно. Все, что еще нужно? Может, это даже плюс, что она с таким кропом снимает. А насчет фоток на фронталку, блин, ну, не знаю. Ну, это просто ужасно. Особенно на таком большом дисплее. Господи, что это такое? Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ну, а под конец хочу рассказать о том, что какую киллер штуку мы вообще купили для этого iPad. Изначально этот чехол предназначен для iPad Pro на 10,5 дюймов, а этот iPad вообще на 10,2 дюйма. Выходил лет 6 назад за какие-то бешеные деньги. Никто его особо не покупал. А сейчас, если найдете, он продается просто за копейки. И это идеальный аксессуар для этого iPad. Дергать? О, он так прикольно вынимается. Тут у нас есть отсек и для Apple Pencil. Например, да, покупайте к девятому iPad Apple Pencil первого поколения. Вот сюда вы можете засунуть его. Так как Apple Pencil, который вы искали себе купить, к девятому iPad никуда не магнитится. Вы его сюда так удобно вставляете в этот чехольчик. А, наоборот, наоборот. Неправильно делаю. Можно прямо вот... Опа! Он так сюда идеально встает. А ниже мы уже можем засунуть наш iPad. Пошло-поехало. Идеально. Все, кидайте это все в рюкзак. У вас идеальный iPad для учебы, для работы, для чего угодно. Чехольчики с Apple Pencil. И в целом iPad 9 это идеальное устройство, если тебе нужен классный планшет, где максимально хорошие характеристики за свои деньги. Он реально... Это самый дешевый планшет, при этом он выполняет все нужные функции. Короче, это просто iPad для базовых задач, на которые вам не нужно копить. Просто идете в магазин, покупаете, и он реально будет выполнять все нужные вам функции. Его реально хватит для выполнения всех ваших задач. Вот все вы на нем сможете сделать. Единственное, да, наверное, шедевр какой-нибудь не нарисуете, потому что с этой прослойкой, с первым пенцилом, ну, не думаю, что художникам стоит его брать. А в остальном, ну да, будет расстраивать монозвук. Кто-то скажет, что тут старый дизайн, но в целом это прекрасный аппарат. А пока они еще есть в новой наличии, покупайте их у нас в Technodeus. У нас годовая гарантия на все устройства, доставка по всей России и очень приятные цены. Ссылка в описании, смотрите также наши другие видео, ставьте нам лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал с колоколом. Всем пока! Гикачады. Ой, я задел цветок.